Добрый день! В эфире Рябунг ТиВи. У нас в гостях политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Орешев. Добрый день, Андрей Григорьевич! Спасибо, что приняли наше приглашение. Добрый день! Андрей Григорьевич, начнем с одного из самых актуальных вопросов на сегодняшний день. Уже более 10 дней коридор, дорога, объединяющая Армению с Арцахом, продолжает оставаться перекрытой. И в связи с этой ситуацией, как вам видится, какая перспектива развития, когда будет разблокирован Арцах? И вообще, какие цели преследует Азербайджан, держа в заложниках фактически населения Арцаха? Ну, ситуация эта назревала. Нельзя сказать, чтобы она возникла сразу сама по себе. Мы помним, что это началось все еще в такой активной пазе 3 декабря, когда впервые так называемые азербайджанские экологи, мы те люди, которые не представляются, вышли на участок, если я не ошибаюсь, между Шуши и Каринтаком, и устроили свою первую акцию, требуя мониторинга тех месторождений, тех горно-рудных месторождений, которые эксплуатируются на охраняемой российскими народовоцами территории Нагорного Карабаха. Но осуществить эту инспекцию у них не получилось. И, значит, они перешли, так, собственно говоря, и предупреждали, этого особо никто не скрывал, более жестким акциям, более жестким действием. И вот мы видим, что происходит. Ну, надо сказать, Баку достаточно открыто заявляют о том, чего добиваются. Это, во-первых, как более узкая тактическая задача, это вот передача под контроль азербайджанских властей. И, видимо, некие британские компании, которые они это уже продали. Вот, в первую очередь, Кашанского рудника, меднаболепленового, ну, поливиталлические руды, да. Так что здесь и интересы Великобритании, и британского бизнеса, кстати говоря, просматриваются достаточно ощутимо, зримо. И мы знаем, что один из армянских расследовательских интернет-ресурсов написал об этом подробно. Значит, это первое. В более широком плане это то, что в Баку называют реинтеграцией, хозяйственной реинтеграцией, то есть включением наборного Карабаха целиком и полностью в экономическую жизнедеятельность Азербайджана. То есть переориентация всех, значит, и хозяйственных потоков, и торговых потоков, и ресурсных потоков, и, соответственно, финансовой деятельности на Баку. Ну, и при этом они оперируют в том числе и к действиям официального Еревана, и нынешней армянской власти, которые фактически признали территориальную целостность Азербайджана в границах бывшей Азербайджанской СССР. Мы знаем, что недавно и Сергей Викторович Лавров на эту тему высказывался с упоминанием Алматинской декларации. Так что это вторая цель. Третья цель, и это тоже, собственно, не скрывается в выступлениях азербайджанских экспертов и, ну, различного рода даже официальных, политиков, депутатов Меджлиса, это реализация той части трехстороннего заявления ноябрьского 2020 года, которое предполагает скорбое сообщение через территорию Мегринского региона, между Мехичеваном, между Мехичеванской автономной республикой и основной территорией Азербайджана. Вот мы знаем, что для Баку сейчас это очень важно. Долгое время связь осуществлялась, ну, еще с начала 90-х годов, связь, как мы знаем, осуществлялась через южный берег Аракса, прямо по южному берегу Аракса. Да, автомобильное движение там было достаточно интенсивное, но сейчас в связи с изменившейся ситуацией в регионе и в контексте, мягко говоря, напряженных, да, взаимоотношений между Баку и Тегераном, подобного рода коммуникация приобретает для Баку стратегическую ценность и стратегическое значение. И они опять-таки об этом говорят и прямо говорят о том, что если вы хотите, чтобы Мачинский коридор функционировал, значит, беспрепятственно, то будьте добры предоставить такую же, ровно такую же, значит, такие же возможности и вот для сообщения через мир. Армянская сторона, армянская власть вроде бы как с этим соглашается, Но, как мы знаем, подписание мирного договора, которое по некоторым косвенным признакам планировалось до конца текущего года, вот, причем назывались конкретно и города, в частности, мы знаем, что в Берисе велась подготовка к встрече, значит, Алиев и Пашинянов для подписания такого договора. Потом они должны были встретиться, значит, если не ошибаюсь, в Баку сели 7 декабря, однако встреча не состоялась, вот, и я думаю, что в Баку, значит, решили таким образом подтолкнуть, значит, некое движение уже в практической плоскости со стороны армянских партнеров, вот, И все одно, и это, я думаю, четвертая часть, поднажать на российских миротворцев, отношения к пребыванию которых на территории, на территории Азербайджана в этой республике, мягко говоря, неоднозначно, на той территории, которую они считают территорией Азербайджана, вот, то есть на горном Карабахе. Вот, мы знаем, что постоянно подчеркивается временный характер пребывания российских миротворцев, постоянно подчеркивается их якобы про-армянская позиция, вот, особенно недовольство, насколько я могу судить из тех публичных, значит, высказываний, которые делаются, адресуются, значит, командующему РНК, генералу Волкову, значит, также мы знаем, что в адрес Рубена Владовяна, госминистра Ацаха, высказываются различного рода радикальные, радикальные, так сказать, высказывания. Все это, безусловно, тревожит. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что ситуация в регионе после 2020 года, после ноября, складывается таким образом, что контакты властей Нагорного Карабаха с Азербайджаном, они безальтернативны. Мы знаем, что они начались, и причем начались в свое время, ну, например, в том, что касается Сарсанского водохранилища, в том, что касается некоторых других вопросов, связанных с коммуникациями. Там не было таких, значит, каких-то серьезных обострений, и мы могли предположить, что все-таки текущие проблемы жизнедеятельности той и другой стороны решаются, так сказать, в том числе и при последничестве российских мироводцев достаточно конструктивно. Но вот сейчас мы видим другую ситуацию, вот, и я думаю, что, конечно, в этом есть свои заинтересанты, особенно в контексте той жесткой, тому жесткого противодействия, которое оказывается любым российским усилием, даже не обязательно разводчиком, но и просто политико-дипломатическим в любом регионе мира, а особенно в регионе Южного Кавказа. Я хочу обратить внимание на то, что и на Балканах, и в Центральной Азии, и в Афганистане, значит, мы везде видим достаточно серьезные системные, значит, попытки выдавливания России в любой форме из региональных процессов, вот, с соответствующими последствиями, вот. И на Горном Карабахе, это, на Южном Кавказе в целом, это, значит, мы видим достаточно зримо, это вполне закономерно, потому что там есть присутствие России, российских военнослужащих, что называется, на земле. Причем в такой ситуации, в ситуации их изолированности от основной территории России, которая делает их максимально уязвимыми к давлению. И мы видим, что Азербайджан и Турция, стремясь к получению некоторых преференций, в общем, достаточно эффективно пользуются этим инструментом. Вот, естественно, Россия будет и отвечает на это, но не силовым путем, потому что это, как мы понимаем, привело бы к теской эскалации с перспективой ингредиации российского присутствия в Горном Карабахе в какой-то форме. Поэтому, к сожалению, ну, а может быть не только к сожалению, но и, исходя из реальной обстановки, иных вариантов, кроме продолжения неформальных переговоров по регулированию существующей ситуации, в данный момент не просмазывается. Вот существует два варианта мерного договора, которые обсуждаются. Это западный вариант и российский вариант, там, как бы, разница в вопросе Карабаха, как он будет решаться. И были разговоры, что до конца года, как вы уже отметили, он мог подписаться договор. Есть ли предпосылки, что все же успеют подписать мирный договор до конца года? Вы знаете, на определенном этапе у меня сложилось такое впечатление, что это возможно. Но сейчас мы видим, что вкрались какие-то дополнительные факторы, которые отдаляют эту перспективу, безусловно, потому что мы не видим ни на формальном, публичном треке, ни на неформальном, насколько я могу судить, треке, мы не видим, так сказать, той активности и той уверенности, которая была, ну, еще, например, в октябре, когда, вот, как я упоминал, упоминался и вариант с Тбилиси. Это, кстати говоря, было сразу после визита туда Ильхам Алиева в Грузию, очевидно, не случайного. Мы видим, что слишком много игроков, в том числе и внешних, заинтересованы в том, чтобы ситуация на Южном Кавказе, в общем, балансировала на грани, а может быть, даже иногда выходила за грань неких, так сказать, вооруженных столкновений. И мы видим, что интересы этих игроков, они не согласуются друг с другом и, скажем, там находятся в несколько таком хаотизированном виде, настолько хаотизированном, что, значит, даже как-то вот упорядочить и составить какую-то картину, сложить пазл, да, буквально на 2-3 месяца не получается, вот, потому что события развиваются непредсказуемо, а могут начать развиваться еще более непредсказуемо. Вот, например, та же ситуация в Иране-Азербайджанских взаимоотношениях, да, вот, или, скажем, возможные провокации, связанные с дальнейшими попытками попробовать Россию на зуб, попробовать пределы российской реакции на ту линию эскалацию. Ему тут, кстати, накурный карабак умеет. В регионе есть еще, так сказать, конфликты, которые Россия считает, которые Россия считает решенными, но ее оппоненты не считают решенными. Есть признанные Россией два государства, да, мы знаем, вот, вокруг которых, так сказать, тоже могут наблюдаться определенные рода, определенного рода эссесса. Вот. Сколько это продлится, сказать, затруднительно, но мне кажется, что продлится еще долго, потому что, по большому счету, все завязано на, ну, если не все, то многое завязано на ход специальной военной операции России на Украине, которая, как мы видим, достаточно серьезно затянулась и имеет, мягко говоря, неясные перспективы. Вот, да, значит, возвращаясь к вашему вопросу о проектах договоров, я думаю, что это очень важно. И здесь мы видим, очевидно, стороны скрывают те поработки, те предложения, те, значит, позиции, которые согласуются. Но мы видим, что такая работа идет. Вот недавно министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, будучи в Москве, сказал, что мы передали, значит, в Ереван наш проект договора, Армен Григоря что-то ответил. А ранее я обратил ваше внимание, что по результатам встречи последней в Сочи, в Российской Федерации, ну, было, как мне кажется, вполне заметно и очевидно, что Азербайджан ни в коем случае не устраивает российские предложения с отложенным статусом Нагорного Карабаха. Они считают вопрос решенным, закрытым и, значит, таким образом будут действовать. В то же время, как мы знаем, Запад не един в подходах к перспективам наших поставок реабилитирования, мы знаем острое недовольство, которое высказывается по поводу позиции официального Парижа, да, где, так сказать, существует своя акцент, акценты, как мне кажется, внутрифранцузские по большей части, связанные с наличием там большего количества армянского населения, но тем не менее, тем не менее. Вот. Мы видим, в общем, что вот все это, вот, начиная с британских бизнес-интересов, значит, в Нагорном Карабахе, в бывших, значит, вот, районах по периметру, и дальше, вот, можно перечислять и Иран, и Франц, и, естественно, Европейский союз, как нечто единое целое, и Соединенные Штаты Америки, которые заинтересованы в том, чтобы, так сказать, выкинуть Россию отовсюду, откуда возможно, но вот и, безусловно, Турция, которая преследует свои интересы, у которой существует, так сказать, такая очень запутанная и сложная система взаимоотношений с Россией. Все это накладывает неповторимый отпечаток, в том числе и на местную специфику, особенность любого небольшого государства в том, что там внутренняя политика является продолжением внешней, вообще внутренняя и внешняя политика очень сильно связана, что мы, собственно говоря, и наблюдаем, причем не только в Армении, но и в Азербайджане в том числе. Андрей Григорьевич, по поводу предложений со стороны ОДКБ, мы знаем, что поступили в предложение пакет из шести пунктов, и нам только один пункт известен, что предлагали военно-техническую помощь. И вот в связи с этим, что известно, как-то армянская сторона тоже не принимает эту помощь, это предложение. То есть тут роль ОДКБ, предложение ОДКБ и позиция Армении, как это можно рассматривать? Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация и какова будет судьба вот этого многострадального протокола о техническом содействии, я не помню сейчас, как он называется, но по смыслу, который, значит, Пашинян отказался завизировать. Я думаю, что там дело могло быть в следующем. В этом документе могло быть предложено продолжение той миссии наблюдательской на армяно-азербайджанской границе, наблюдательской миссии ОДКБ. Но мы знаем, что ранее, значит, усиление, как можно предполагаться, как это делают, как предполагают некоторые эксперты лично президента Макрона, была, значит, отправлена европейская миссия, значит, примерно в тот же регион на два месяца. Ну вот, насколько я понимаю, эта европейская миссия там немножко посидела и сейчас она сворачивает свою деятельность. Я думаю, что, значит, такая задержка с согласованием армянскими властями вот этого предложения ОДКБ могло бы связаться именно с этим, с фактором геополитической конкуренции, который проявлялся в данном конкретном случае на земле вот в этом. Либо наша миссия, либо ваша. Мы же понимаем, что западные партнеры, они пытаются, так сказать, всячески дистанцироваться от любых, так сказать, действий и усилий России. И вот, кстати, мы помним, что в сентябре в ходе этого очередной, значит, наиболее крупной эскалации, да, был в том числе обстрелен в Великой Горько некий, так сказать, некий российский пограничный пост ФСБ, то есть наблюдательный пункт при неизвестных обстоятельствах. Он вполне понятен тем, с какой стороны Азербайджан отрицает. Это вот такой вот небольшой стрижок. Я думаю, что вот из-за такого геополитического тумана, возможно, какие-то обещания правительству Пашиняна давались американцами, британцами, особенно французами. Может быть, поэтому. Но, во всяком случае, мы посмотрим судьбу этого документа. Во-первых, будет ли он подписан и будет ли он во всей своей полноте представлен в широкой общественности. Я высказал свое некое предположение, но, возможно, там было еще что-то, что не вплоило армянскую сторону в силу каких-то, я не знаю, обстоятельств конъюнктурных или иных. Посмотрим. И вот, подводя итоги уже уходящего года, так как осталось совсем немного времени до конца этого года и перспективы на следующий год, как вам видится, к чему пришли за этот год и как дальше будут двигаться в плане Южного Кавказа события, как будут развиваться и вообще на евразийском пространстве, если прошили? Знаете, в условиях той турбулентности, в которую мы вошли, давать какие-то прогнозы затруднительно. Я думаю, что, безусловно, к сожалению, будут еще различные обострения. Азербайджан, я думаю, будет последователем своей политики давления на действующие армянские власти, разумеется, и на Степанакер и на российских миротворцев. Россия, я думаю, будет пытаться маневрировать, стараясь сохранить более-менее приемлемый уровень взаимоотношений и с Баку и с Ереваном. Я, кстати говоря, полагаю, что альтернативы подобного рода тактической линии на среднесрочную перспективу нет. А дальше будем смотреть. Многое будет зависеть от того, опять-таки повторюсь, на каких условиях и в каком формате будет закончен вооруженный конфликт на Украине, в котором Россия участвует вот уже на протяжении 10 месяцев. И, очевидно, будет участвовать еще достаточно долго. Потому что мы понимаем, что основная часть усилий и военных, и политических, и дипломатических, и организационных, и каких хотите, оно уходит именно на это направление. Хотя другие направления, кстати говоря, не только Кавказ, но и, например, Прибалтика, где существует... Ну, нельзя сравнить с Нагорным Карабахом, но российский эксклад, да, Калининградская область. Я не говорю о Центральной Азии, где свои вызовы. Они, конечно, могут тоже обрести новое звучание в 2023 году. Честно говоря, меня это серьезно беспокоит. Андрей Григорьевич, большое спасибо вам за интересное интервью. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»